I have ways of blowing things up Здорово, ребятушки! С вами Аладушки Поехали играть в планету Ланы Посмотрим, какая сегодня серия Я опять немножко подзабыл управление Так, зачем мне все это здесь? По смыслу, извините Хорошо, поехали дальше Я хочу ее поскорее уже закончить Я не знаю, сколько тут осталось Так, здесь я, собственно, не проникну никак Так, так Да ну! А, я понял, там надо залезть Я думал, что я в полете могу немножечко шевелиться Знаете, как летишь И у тебя в полете работают Немножечко движения Но я понял, что Я понял, как я ошибался Это нужно вот так И вот так Теперь вот так Угу Ух, светло-то, офигеть А куда нам? А, это не вода даже Это какая-то поверхность Я думаю, все какой-то белой жидкостью залито Ну что ж Что ж, ну ж О! Там это Детское пюре готовят Из детей Вот смотрите Тут пюре, там суп Ха-ха-ха-ха Ну, эти щупальцы их поставили присматривать за детьми Смотрите, этот час уползает И вот такие обратно Оп! Почему-то за подгузник Я не знаю, насколько это удобно Это всегда в мультиках показывают Что дети поднимают за подгузник Ну, как по мне Ну, это ж неудобно Ну, с другой стороны Мы же говорим про машин А с третьей стороны Это ж машины, которые были сделаны людьми Запрограммированы людьми Это сейчас немножечко все похоже на заставку из Джеймса Бонда Знаете, так Ту-ду-ду-ду-ду-ду Блин Давайте без авторских прав Даже на эту мелодию Твою за ногу Ну, типа просто бежим вперед Который раз уже в этой игре Вот настолько провисает обстановка Вы хотите создать вайб? Сделайте, пожалуйста, из этого катсцену Почему я должен бежать вперед Постоянно зажимать кнопку Ох ты ж, ё Илья? Илья, Илья, да Она тебя обязательно услышит Я не ожидал, что я выживу Да нифига, что ты ее найдешь Ну ладно, хорошо, хорошо Это Это я могу простить Если она ее сейчас найдет Я могу простить Аля, ему и давай, помоги С точки зрения как игрового момента Я не буду сильно ругаться Черт с вами Давай, Аля, ему и помоги Да, именно на нужном этаже Именно все как надо Да, короче, ладно Скинем это на игровой момент И не будем сильно притираться Потому что, как по мне Она могла бы ходить тут 4 года И не найти ее Ну ладно Как ты сейчас тебе ноги не переломала? Я думал, там терминал, а не робот Я думал, там терминал стоит Мне к нему надо Но вы че, издеваетесь нафиг Беги! Да бить Нажимаю вниз Свесься ты с этой фигни Блин, нажимаешь Знаете Когда в игре что-то очень плохо организовано И ты такой думаешь Хоть бы этого было поменьше Вот А игра такая берет И на обороте говорит О, а давайте мы сделаем Упор на то, что у нас получилось фигово А еще и конечную часть сделаем Полностью из того, что у нас получилось фигово Ну, классно же будет, да? Я не туда пошел К черту А, к черту, понятно Спасибо тебе огромная игра Спасибо Я понял, что нужно за собакой черный следовать Не сначала Давай не сначала Спасибо, что услышала меня игра Мой-мой, давай А, тут в закрывающейся двери надо выехать Моразм крепчал Пусто, темно, опять Просто бежим по коридору вперед Отлично Супер геймплей Ядро, что ли, какое-то? Ох, ты ж я Супер геймплей Супер геймплей Уху Давай, помоги А он так умеет Да? А я успею? Я не успею Я понял, в чем прикол Мне нужно было, чтобы он меня там нажимал И прятал И прятал меня в этой фигне Все, хорошо Я понял Для чего это было Быстрее Еже Быстрее Калека Давайте без этих В наше время Сейчас бы Кутаешки делать Ага Давайте еще Четвертую кнопку Ага Нет Нет, трех хватит Нет Ой Еще Что это за Битва на лучах Я так что-то делаю Не так Мне его надо Что это за машина такая была Что это происходит? Что это за луч Что это за фигня была Собаку мне верните Собака тут самый главный персонаж Вот эта кошка Вот это вот Не понял Существо Он тут главнее всех остальных Эта игра должна была называться Planet of Muay А не Planet of Lana Вот да Planet of Muay И все остановилось Да Офигеть Офигеть Как бредово Муи Муи Где? 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 Муи Муи Кстати Раз уж Мы сейчас У нас Провисающая пауза Я не могу сказать Что это какой-то Драматический момент Потому что Вот это было делать Абсолютно необязательно Я не вижу Почему Нужно было Жертвовать Вот этим вот Звериком Это абсолютно Глупость Так вот Ребят Кто мне писал Что Играй Так играй Типа на клавиатуре Раз я путаюсь В геймпаде Во-первых Сама игра Мне намекает Говорит Что в это нужно бы Играть на геймпаде Во-вторых На клавиатуре Оно просто Отвратительно Все разбито Потому что У тебя на мышке Одна кнопка задействована И еще Все остальное У тебя под левую руку И ты должен Одновременно Передвигаться Нажимать Тыкать Удерживать Приседать Вы могли бы Это распределить Нормально Сделайте На мышке Хотя бы 2-3 действия Каких-то Как можно было бы Ну то есть На клава мыши Управление Здесь организовано Просто отвратительнейше Я что-то делаю Нет? Алло Игра Все Все Мы выиграли Мы проиграли Что случилось? Давайте Продолжим Ладно Подождем Так вот Я же говорю Я первую серию Играл на клава мыши Оно просто отвратительно На геймпаде Тоже сделано Неудобно Но Ну не настолько Неудобно С другой стороны Раз Блин Разрабы Вы предупреждаете Что типа Играй на геймпаде Но сделать это По-человечески Ладно Давайте тогда Обсуждение Всего этого Оставим Сейчас под конец игры Я так понимаю Что Это уже Финальная 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 Часть Ты че Ядро Перезагрузило Что ли Паранана 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 ауки парк что ли что я тут ну ладно короче будет очень символично если нам и даже вместе с сестрой в конце не покажет смотрите если сейчас просто пойдут титры я чё-то я провтыкал конечно чтобы эта игра дала мне кат-сцену не-не-не давай все своими собственными граблями беги пожалуйста но еле двигается у она бежит нормально Ну, понятно, что он теперь на ней будет работать. Лезь. Лезь. Офигеть, прикиньте, они используют вот этих роботов для того, чтобы носить дрова. Блин, я просто... Я просто себе представил, на секундочку, энергозатраты полета вот этой штуки. Эти энергозатраты происходят для того, чтобы принести охапку дров. Нормально, нормально. Ну, мы сейчас опять туда же, к могиле, да. Опять с этой фигнёй. Это нудно. Так, давай ещё тут медленно пройдём. Нам полностью повторяют первоначальную сцену. Ну, так мы теперь с этим, с облачком нашим... Комплика. Комплика. отлично Минуточку тогда. Ладно, ребятушки, раз у нас есть пару минут поговорить про эту игру. Игра абсолютнейшая отстающая. Короче, смотри, в чем прикол. Мы смотрим с точки зрения геймплея, с точки зрения сюжета, с точки зрения графики, с некоторых вещей, как все это организовано. Я повелся на эту игру изначально. Я ее купил, потому что она выглядела многообещающе. Вот, она красивая, симпатичная. Ну, то есть, с визуальной точки зрения, я это говорил на протяжении всей игры, что она красивая. То есть, виды здесь сделаны очень классные. Особенно, когда берется какой-то большой общий план, какие-то вот эти вот картинки, они обалденные. Тут я не спорю. То есть, как артбук, она смотрелась бы очень классно. Теперь насчет геймплея. Геймплей просто максимально отстойнейший, потому что вы делаете в формате... Ну, как бы... Вот таком, что... Ай, блин... Я даже не могу как-то... Хорошо. Давайте попробуем так. Нельзя делать ее такой медленной и неуклюжей. То есть, возьмите... Я так понимаю, что здесь какое-то определенное вдохновение черпалось от Ори. Вот. Но у нас персонаж максимально неуклюжий, неповоротливый, медленный. Она все делает очень медленно, очень с таким запозданием. Ты нажимаешь на кнопочку, и все происходит не сразу. Все происходит с маленьким лагом, задержечкой. Она... Вот, например, ты залазишь куда-то и нажимаешь вперед и прыжок. Но она прыгает на месте. Вот. А потом, когда ты уже отпустил вперед, и думаешь, я вот просто прыгну, она берет и прыгает вперед. Сколько раз я от этого мучился? Во-первых. Во-вторых. Тебе нужно, чтобы она залезла и быстро развернулась в другую сторону. Ты нажимаешь залезть и развернуться, но она не разворачивается. Ты нажимаешь прыгнуть, но она не прыгает. И каждый раз... В общем... Управление и динамика... Это же платформер. Ребята, это платформер. Не делайте платформер, если вы собираетесь делать что-то очень такое вдумчивое и медленное. Нельзя так, чтобы было в платформере. Причем я бы понял, если бы они это поделили на быстрые и медленные части. Но те быстрые части, которые как бы на бегу... Вот как нам показывали, когда мы бегали от роботов в конце, и до этого там тоже было... Из-за того, что управление крайне отвратительное, эти части, они ощущаются просто ужасными. Эта игра не приспособлена под что-то быстрое. Скажете, она приспособлена под загадки? Да. Для решения загадок она годится, но она даже не ощущается как цельная игра. Она ощущается как вот... Я не знаю, они потеряли вот эту магию, потому что она не ощущается как игра. Ты ощущаешь вот коридор, проход между загадками. Следующая загадка, которая даже не загадка, которая в принципе... Ты сразу уже видишь, что надо сделать. Но просто пока ты это ходишь и делаешь, из-за отвратительного медленного геймплея управления, оно все кажется таким нудным. Как будто ты постоянно находишься под водой, как будто ты двигаешься медленно. Это все настолько раздражает. Причем, почему я сделал серии довольно короткими, это вымораживает буквально за полчаса. То есть полчаса геймплея на этом, и ты начинаешь уже нервничать. Это уже начинает тебя выбешивать, выводить из себя. Ну и опять же, что загадок тут как таковых не было. В-третьих, левел дизайн, ну, очень, очень, очень поленились разработчики, потому что просто отдельными целыми кусками ты видишь, вот тут вырезано, вот тут вставлено, вот тут вырезано, вот тут вставлено. И оно повторяется раз за разом, когда такое два-три раза случается. Но когда ты один и тот же кусочек, типа, говоришь чуваку, вон веревочка, спусти мне, вон веревочка, спусти мне, вон веревочка, спусти мне. И такое повторяется, сколько там, десяток раз за игру. Из-за того, что мы крайне мало чего можем сделать, у нас персонаж не развивается абсолютнейши никак. Мы получаем браслет, с помощью этого браслета можно было бы сделать кучу всего. С помощью персонажа, с помощью развития можно было бы сделать кучу всего. но это нужно было бы сделать динамично и хорошо. Здесь этого нету. И поэтому девочка ощущается максимально бесполезной. Мы все делаем благодаря Муи, вот этому маленькому, и он ощущается как главный персонаж. Насчет сюжета. Нам это все пытаются преподать, как будто вот это вот люди на этой планете, это какие-то потомки тех людей, которые из Земли. И потому что те люди из Земли прислали к нам вот этих вот ботов, чтобы боты собрали с этой планеты всех людей, поместили их в специальные вот эти вот капсулы-скворечники, ну и для чего-то-то там. То есть мы видели, что они заботятся о детях, что они их держат в отдельной такой штучке и не дают, чтобы с ними ничего случилось. Мы видели, что у них довольно комфортные капсулы. То есть они с кондиционированием, они с мягкими кроватями, они с подачей пищи. Ну, я понимаю, что это все клетки, да, но это комфортный уровень содержания. То есть всех людей здесь собрали. Для чего? Теоретически для того, чтобы или вывезти их с планеты, ну или еще что-то. Убивать их никто не собирался. Я так понимаю, что аннигилятор у них на корабле это в том случае, если роботы принесли какую-то фауну, и эта фауна оказалась на корабле, ее проще аннигилировать, чем возвращать куда-то обратно. То есть я не понимаю смысла в том, зачем по планете летали роботы и просто на самой планете аннигилировали все живое. Во-первых. Во-вторых, если роботы настолько разумны, то есть мы видим, что это довольно-таки высокие технологии, довольно-таки хорошо развитая цивилизация, которая это все делала, как робот не отличает человека от животного. То есть когда сгребают всех вместе, я могу понять, что в общий котел могут попасть животные. Но когда робот видит тебя, человека, девочку, и намеренно идет и убивает тебя, хотя до этого всех остальных людей они собирали и помещали в комфортные условия. Но это нелогично. Это абсолютно нелогично. То есть почему нас убивали, когда это все происходило, это не подвергается вообще ни к чему. Во-вторых, в-третьих, что это за Муи, почему оно умеет гипнотизировать абсолютно все живое, почему они до сих пор не являются доминирующей расой, если они умеют так делать, если это не живое, если он киборг, какой-то робот. Это, короче, вот это немножечко странная тема. Дальше. Как бы... Не, на самом деле, столько вопросов, чтобы все перечислять. Можете, кстати, написать свое мнение в комментах. Может быть, я где-то как-то неправ. Или же у вас есть какие-то теории, я был бы рад услышать. Ну, в общем-то, по итогу у нас получился очень ленивый геймдизайн с никакущими загадками, с никакущими уровнями. Очень медленный, неуклюжий, корявый геймплей. И невнятная история, которая нам повествует... Ну, глупость человека. Как-то я не знаю. В общем, нет. Кроме красивых видов, в этой игре нет ничего. Здесь прикольная музыка. А, еще отдельно стоит того, что когда у тебя происходит какое-то большое такое отдаление экрана, ты любуешься на красоты, но при этом игра продолжает тебе говорить дави на кнопку вперед. Дави на кнопку вперед. Мы не будем делать из этого катсцены. Нет, это долго. Вот. Мы просто тебе отдали экран, а ты дави на кнопку вперед. И вот это вот заколпует, потому что это не дает полностью... Ну, я понимаю, насколько это, наверное, глупо звучит. Типа, ты давишь на кнопку, что в этом сложного? Но это не дает полностью расслабиться и насладиться, как в том же фар, когда у тебя чередовались сложные какие-то места, загадки, убегания с какими-то релаксовыми моментами, когда ты просто ставил парус, играла релаксирующая музыка, ты оставлял кнопки и просто наслаждался моментом каких-то полторы, две минуты, три минуты. Это было просто шикарнейшее. Здесь сделана эта попытка, но сделано это, опять же, абсолютно неправильно. Да. Майма шумайма. Ну, в общем, вот так вот, ребятушки. Эта игра закончилась. Я этому крайне рад. Я ее не рекомендую к покупке. Пардоните, ни в коем случае. Она не стоит своих денег. Она даже по скидке не будет стоить своих денег, хотя она сама по себе недорогая. Я не знаю, что должно случиться, чтобы вы взяли эту игру. Ее должно отдавать или за бесплатно, ну или со скидкой 90%. Тогда можно немножечко... Если у вас на это хватит нерва. Вот. Поэтому, да. То есть, нет. Эта игрушка не стоит покупки. Она не стоит вашего времени. Я потратил свое время для того, чтобы высказать вам сейчас свою точку зрения, чтобы вы знали, что вам это точно не нужно. Все, ребятушки, будем на этом заканчивать. Нас впереди ждут другие проекты. И мне немножечко обидно. Из-за того, что из-за этой игры я перенес некоторые другие проекты. У меня было возложено на нее некоторое ожидание и надежды. И они не оправдались. Знаете, вот это вот неприятное послевкусие разочарование, оно у меня сейчас присутствует. Но жизнь состоит из черных и белых полосочек. Это была такая черно-серенькая полосочка. Вперед к более светлым играм, которые получше, к проектам, которые предоставят нам лучшие эмоции. Спасибо, что были с нами. Приходите на следующие игрушки. На этом все. Всем удачи. Добра-побра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok